Добрый день, с вами Павлентий, вы смотрите China Watch'n. В этом обзоре я вам расскажу про легендарные часы легендарного бренда Pagani Design. Это модель PD1761, о чем свидетельствуют надписи на коробке. И это омаж на модель IT-Soft APRX, в чем она самая топовая коронограф. Довольно популярная модель стала в последнее время, и Pagani решили вот тоже не отставать от моды. И вслед за часовым сообществом, с часовыми производителями первой вещи, решил делать омаж на вот такие вот T-Soft APRX. Ну и поставляются часы вот в такой коробке. Как я заметил, у каждого продавца свои Pagani Design и свои коробки. То есть, если вы будете эту модель покупать у какого-то другого производителя, точнее у какого-то другого продавца, отличного от него, то, скорее всего, коробка будет другая. Ну вот здесь вот такая вот коробка. Кстати, она собирает очень сильные отпечатки пальцев, и сверху их логотипа написано Pagani Red Design. Что внутри? Внутри вот такая вот синяя тряпочка. Вот такой вот на бирке логотип Pagani Design. Быстросъемник. Хотя, как показал опыт, как вот быстросъемник, это ударок продавца. То есть, его на самом деле может и не быть в данной модели. Вот, значит, такая подушка для того, чтобы браслет не контактировал с самими часами. И сами часы, которые завернуты кучу разных пленок для того, чтобы во время транспортировки часы не были повреждены. Ну и снимаем вот эту вот пленку, напоминающую стандартную пищевую пленку. А снимается без каких-либо проблем, и вместе с ней защита синяя вот такая вот ребра тоже сошла. Снимаем вторую пленку, и можно переходить ко взору остальных часов. Ну и, как я сказал, это омаж на TESOT PRX. Причем это один из самых дешевых омажей на TESOT PRX. Могу сказать, что есть, конечно, совсем там в районе тысячи рублей, но этот макет, муляж часов совсем далеко от того, что можно называть часами. Есть же более-менее часы, и я внимательно сейчас смотрю на корпус и вижу, что довольно неплохо он обработан. То есть это не какое-то айтическое движение инструмента по корпусу, а явно здесь все продумано. Есть направление вот этого, не знаю, как это назвать, сатинирования. То есть все довольно органично. Причем браслет тоже вполне себе сочетается с тем, что мы видим на корпусе. Вратите внимание, часто, да, им спрашивают, подремушка, не подремушка браслет. Здесь 100% никакая не подремушка. Те звенья литые, причем зазоры между звеньями очень небольшие. Даже вот я двигаю, амплитуда движения совсем небольшая. Причем она вообще есть, эта амплитуда, за счет только вот этого вот одного из перезвеньев. Где-где покороче, практически никакой амплитуды у нас нет. То есть все довольно ровно, конечно, на руке это может смотреться довольно жестко, но он вот как есть. Сзади тоже вот такая синяя защита. Здесь брендировано все, поганий дизайн. Достежка-бабочка. Вот здесь сделано все довольно качественно. Опять же, никакая тахлатура за 1000 рублей. Я бы сказал, что долларов за 100 и даже за 150 эти бы часы соответствовали вполне себе, освоясь стоимость. Потому что сделаны они действительно неплохо. То есть и браслет вот такой вот качественный, литой. И сами часы, корпус очень неплохо сделан. Механизм здесь изменяет поместейка кварцевой. Смотрите, опять же, с другой стороны, как все сделано. Внутренняя сторона. Завинчивающаяся крышка. Здесь написано, что часы сделаны из нержавеющей стали. 100 метров водозащита. Поганий дизайн. Модель 51761. Она есть в трех расцветках. Это расцветка черная. Есть еще синяя или голубая. И последняя, это белая. Обратите внимание, так как это хронограф. Сейчас саму разновоззыванный хронограф. Вы мне прислали бракованные часы. Опять же, часы не бракованные. Просто кто-то не знает, что такое хронограф. Опять же, жалуется на то, что секундная стрелка не ходит. В хронографе ходит только обычный. Если это такой более-менее приличный кварцевый хронограф. Секундная стрелка вводна на этом маленьком сабдиле. Большая секундная стрелка. Она является стрелкой как раз-таки хронографа. Ее запуска надо нажать на верхнюю кнопку. или же, как ее называют, пушер. Сжимаем верхний пушер, и у нас пошел оборот вот этого самого хронографа. Пошла секундная стрелка. Что здесь еще к хронографу относится? К хронографу относится вот такой вот еще один сабдилт, который показывает нам, сколько хронограф прошел минут. То есть вот эти цифры 60, 15, 30 – это минуты. То есть большая стрелка делает полный оборот. И вот здесь, если мы сейчас с вами дождемся того, как эта стрелка отойдет до метки 12 или 60, если секунду брать, то вот эта маленькая стрелочка, она переместится ровно на одно деление. Смотрим, барабанная дробь. Что мы видим? Стрелка переместилась на одно деление. Оно, конечно, не так четко здесь это видно, потому что немного они не соответствуют меткам. Кстати, в хронографах, в таких кварцевых, на механизмах, там, миота, сейка. Все эти положения можно регулировать. Мне последняя стрелка – это 24-часовой формат. Опять же, смотрите внимательно на вот этот сабдилт. Я сейчас остановлю хронограф. Причем пушеры здесь довольно такой интересный ход. А мощность такой, ну, не знаю, так сказать, сечки что-нибудь. И нажимаю на нижний пушер. Видели, да? Она вернулась на 60. И вот эта стрелка под шай секунды, она тоже вернулась в изначальное положение. К корпусу претензий у меня никаких нет. Кстати, вот здесь синяя краска – это не какой-то там дизайнерский эффект, не какое-то дизайнерское охищрение. Это защита при транспортировке. И весь этот синий цвет можно снять. Кстати, почему-то верхняя кнопка, верхний пушер никак не защищены. И обратите внимание, вот эти вот верхние концевые звенья, я только что заметил, они практически жестко трислидены к корпусу и никак не двигаются. Да, никогда они не двигаются. Ну, и давайте посмотрим, как все-таки обработан корпус. Кроме, опять же, сатинирования, по многим местам, точнее, во многих местах, вот этот вот, ну, можно сказать, лысый безель. Он, опять же, не безель, он никак не вращается. Просто имитация, можно сказать. Очень хорошо, практически в ноль, отполирован стекло. Выступает за пределы корпуса, никакой выпуклости. Эффекта линзы, лупы здесь нет. Присутствует такая вот фаска. Естественно, если вы будете ставить перед собой цель, зацепить это стекло обо что-либо, то, возможно, будут какие-то борозды на этом стекле появятся. Но это сапфир. Что же по циферблату? Циферблат, ну, мне он, кстати, не понравился, по силу того, что выглядит он, конечно, довольно простецкий. То есть, никаких усложидений. Краска довольно такая, без каких-либо эффектов. Металлик или глубины мы особо не видим. Просто черная краска. Ну, в принципе, за такие деньги ничего большего хотеть и не приходится. Метки накладные. Опять же, логотип Pagani Design тоже накладной. Надпись «Японский механизм» и Pagani Design нанесены краской. Кстати, головка здесь вывинчивающаяся. Причем, вот, довольно такой здесь приличный. Что он может, кстати, положительно сказаться на водозащите. Но если мы будем переводить стрелку, то обратите внимание на этот правый сапдил. Да? У нас 24-часовой формат. Сейчас 20 часов. 21, 22, 23 и 24. Обратите внимание, кто-то там иногда производит себе какие-то претензии. И предъявляет, что стрелки на метке 12 не находятся в одном положении. Здесь с этим все просто идеально. И минуты и секунда полностью совпадают. Возможно, мне с экземпляром повезло. Ну, или, возможно, это у всех Pagani Design данной модификации. Ну, давайте заявим. Опять же, здесь такая неплохая подпружинивание вот этой заводной головки. Так что все с этим довольно неплохо. Так и приближаемся мы уже к заключительной части обзора. Давайте посмотрим, что тут с люминофором. Люминофор прекрасный. А вот такие вот зеленоватые метки, стрелки, минуты, секунды. Все подсвечивается. И также подсвечиваются индексы, накладные индексы, которые нам показывают часовые и минутные метки. То есть здесь с люмом все прекрасно. Вообще, я даже не знаю, как тут придираться к часам. Иногда Pagani Design ругают за то, что там у них вторичные идеи. И вообще кто-то считает априори из-за названия вот этого Pagani, что качество такое же поганое, как и название. На самом деле, все не так. Современные Pagani Design обладают за свою сумму. Вообще, несравнимым ни с чем качеством. То есть это, пожалуй, можно сказать, эталон по соотношению цена-качество в бюджетном сегменте. Для того, чтобы иметь представление, опять же, с чем-то таким сезаемым, я бы сказал, можно подставить такой вот традиционный спичечный коробок. Хоть спичечные коробки уже не пользуются какой-либо популярностью и вообще не все помнят, что это такое. Но я думаю, это отличный показатель того, какого размера эти довольно крупные часы. И толщина у них большая, да и диаметр немаленький. Но все равно эти часы довольно интересно будут выглядеть как и на маленьком запястье, так и на большом. И теперь возьмем, пожалуй, более традиционный предмет для современных реалий. Это вот такая вот пластиковая карта. Опять же, я не рекламирую никакую тройку, не рекламирую метрополитен. Просто вот такая вот яркая карта, которая помогает вам представить и сопоставить размеры часов с реальным предметом. И в заключительной части обзора покажу, как часы выглядят на запястье. Обратите внимание, я не стал никак укорачивать браслет. Ведь это его максимальное положение, максимальная его длина. И могу сказать, что остается, посмотрите, даже 2-3 пальца сюда помещаются. У меня запястье 17,5. Поэтому могу сказать, что даже на очень крупной реке, с очень широкой костью, эти часы будут нормальны. Их размер будет. Не надо никаких дополнительных извинений сказать, что-то иногда бывает докупить часы. И часы не налезают на руку здесь. С этим проблем не будет. Очень много дополнительных извинений. Уже он монтирован в этот большой длинный обраслет. Так что с этим точно никаких проблем не будет. Но и с учетом того, что здесь довольно такая короткая, небольшая застежка, вот эта бабочка, то на руке будет легко позиционировать часы. И давайте теперь посмотрим макро, как же здесь все оформлено. Ну, как я уже говорил, изначально корпус довольно качественный. Давайте посмотрим на цикроблат. В деталях видно, что он тоже довольно интересный. Особенно вот посмотрите на задний фон, как сделаны савзилы. Такие вот объемные здесь радиусы до окружности. Так что на общем плане кажется, что цикроблат довольно простой и примитивный. Но на самом деле здесь все хорошо. Опять же, пылинки какие-то это на поверхности. Также смотрите, как сделаны пушеры. Хромированный, все хорошо. Сатинирование корпуса просто нормальное, я бы сказал. Для такой стоимости, для такого ценового диапазона очень хорошо все сделано. И браслет отлично сочетается с корпусом. Все грани, все вот эти вот плоскости, все сделано очень-очень хорошо. Посмотрите также на заднюю крышку, как все это выполнено. И на внутреннюю сторону браслета. Она ничуть не уступает той части, которая находится с внешней стороны. То есть все на очень хорошем, качественном уровне. Без каких-либо косяков. То есть я никаких проблем не заметил. И посмотрите, внутри как сделаны концевые звенья. Они, как я уже сказал, довольно уверенно зафиксированы в положении. То есть они неподвижны. Так что спасибо, что смотрели обзор. Это на поганий дизайн. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Павленти. Повторизный рекл. В канале нет рекламы, точности хода и защиты от непогоды. Пока.